добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам про улыбку после смерти можно встретить мертвых людей с сияющим лицом мирным выражением но никогда с улыбкой с одной стороны все духовные отцы говорят что момент смерти является ужасающим для человека старец схемонах иосиф ватопецкий родился в 1921 году на острове кипр в православной семье родился он в день памяти святых бессребренников сократис так назвали младенца при крещении закончил школу и в 16-летнем возрасте начал свой монашеский путь в монастыре ставравуне принял постриг в ресофор с именем сафроний затем сафроний удалился на святую гору старец иосиф был основателем и духовником монашеского братства в новом скиту а также подвязался в монастыре кутлу муж и симонопетрской келье благовещение пресвятой богородицы в корее в 1989 году старцу иосифу было поручено восстановление монастыря в протопед поручение это он выполнил успение и погребение старца сопровождало чудо он улыбнулся через полтора часа после кончины два монаха которые были с ним до самого последнего момента побежали к настоятелю старцу ефрему рассказать об упокоении старца иосифа они вернулись в келью через 45 минут чтобы подготовить покойного в соответствии с монашеским обычаем прошло еще 45 минут затем они обрезали ткань вокруг иголица в соответствии с благословением настоятеля и обнаружили как мы видим сейчас что старец улыбается мать и в проаксия ушла в греческий монастырь 18 лет приняла монашеский постриг старец вызвал ее в америку и поставил игумение в монастыре благовещения пресвятой богородицы во флориде потом переместил ее в другой женский монастырь в канаде там у нее обнаружили запущенный рак груди старец сказал ей приезжай сюда будешь умирать в нашем монастыре она приехала за несколько дней до смерти старец постриг ее в схему с тем же именем через два дня она отошла ко господу усопшую принесли в храм сделали снимок на память над телом по традиции читали псалтирь когда сфотографировали через 40 минут поразились на устах у нее появилась улыбка старец сказал у нее было много любви к людям тяжелая болезнь она очень высоко в раю монахини и проаксия умерла от рака в сша в штате аризона иеромонах серафим роуз родился на территории сша в калифорнийском городе сан-диего 12 августа 1934 года года его предки были выходцы из европы в миру будущего отца серафима звали юджин дэннис роуз юджин дэннис был не первым ребенком в семье юджин был скромным и послушным ребенком в детстве он выделялся из сверстников особенной сдержанностью и задумчивостью в то время юджин увлекался буддизмом но однажды один из студентов обратил его внимание на добротолюбие для юджина эта книга стала открытием в другой раз тот же знакомый пригласил и го посетить богослужение в православном соборе увиденное в храме тронуло и го душу и сердце постепенно юджин охладел к буддизму и обратился к православию также он стал заниматься изучением русского языка в 1962 году он принял православие административно он вошел в состав общины русской православной церкви за границей духовным воспитанием юджин во многом обязан святителю эонну шанхайскому ставшему для него духовным отцом юджин служил в храме чтецом повышал знания в области русского языка изучал церковнославянский язык большое влияние на его жизнь оказала знакомство с глебом подмошенским молодым русским выпускником свято троицкой джордан виллеской семинарии через какое-то время друзья стали деловыми партнерами начали издавать просветительский православный вестник а затем организовали одну из первых на территории сша православную лавку по продаже духовной литературы церковные утвари и святых икон на вырученные деньги планировали приобрести печатный станок заложить материальную основу для миссионерской деятельности помочь православному братству а также купить землю для строительства православного скита в 1967 году на земельном участке приобретенным в калифорнийском лесу близ городка платина был основан скит в 1969 году юджин и глеб поселились в скиту а на следующий год оба приняли монашеский постриг и новые имена глеб получил имя герман а юджин имя серафим в честь святых германа аляскинского и серафима сыровского в 1977 году отец серафим был возведен в сан священника последняя проповедь отца серафима состоялась накануне дня празднования преображения господня 2 сентября 1982 года года отец серафим почил о господье смерти пришествовала тяжелая болезнь тело его в жару на взгляд и ощупь оставалась совершенно живым а вид лица был светлым отец серафима ставил нам богатое литературное наследие среди его сочинений большой известностью пользуются книга душа после смерти как сегодня быть православным знамение времени опасности на пути к живой вере когда бог открывается сердцу православие и религия будущего православное мировоззрение православное воспитание и окружающий мир православный взгляд на эволюцию святые отцы православия и другие схемник прожил на этом свете всего лишь 30 лет из них только шесть от момента обретения веры в бога и до успения это очень мало но ему хватило для того чтобы умереть с такой улыбкой на лице в день празднования казанской иконы божией матери он успел за 6 лет то что другие с большим трудом успевают за всю свою жизнь в детстве никто александра не учил вере не водил в храм не показывал как правильно креститься правда со здоровьем у него не заладилось с самого детства были серьезные проблемы с легкими после окончания педагогического университета александр пошел по контракту служить офицером психологом в одну из воинских частей но вот случилась беда саша попал в больницу с пробудной язвой желудка сложная операция которая длилась несколько часов полностью изменила его жизнь находясь под наркозом старший лейтенант александр мамедов повстречал в другом мире преподобного серафима саровского тот иго ласково отругал за то что александр живет без бога и прикоснулся к его голове посохом вернулся к жизни саша уже совершенно другим человеком контракт с армией расторг стал алтарничать в церкви потом было послушание в оптиной пустыни в одном из самарских монастырей александр принял монашеский постриг с именем антоний через некоторое время его рукоположили вы иродиаконы потом началась страшная болезнь лимфогранулематоз отец и мать повезли сына на родину в коме владыкой было принято решение постричь отца антония в схему с именем александр после этого бог подарил отцу александру еще два года жизни с хейродиакон александр очень спокойно относился к своей смерти хотя ему становилось все хуже и хуже последние свои дни с хейродиакон александр провел в больнице медсестра подошла к нему и увидев что он улыбается спросила вам лучше да лучше ответил он закрыл глаза и с улыбкой умер это застывшую его улыбку мы видим на его посмертной фотографии помните сам господь говорит в святом евангелии бог же не есть бог мертвых но живых и ибо у него все живы вот такое чудо на этом на сегодня все следующий раз я расскажу вам о явлении богородицы которое сняли на камеру оставляйте свои комментарии что вы думаете об этом чуде а также присылайте истории о чудесах божьих о которых вы знаете если вам не понравился рассказ или вы не верите в бога а думаете что люди произошли от обезьян то ставьте дизлайк а если вы человек верующий и вам понравился рассказ ставьте лайк и подписывайтесь на канал это очень поможет продвижению канала верьте в бога и уповайте на него и бог вас никогда не оставит всем пока